Добрый день, дорогие слушатели! Спасибо, что присоединились к подкасту информационного агентства Росболт-Не бойся. В эфире Татьяна Хрулева. И сегодня с нами Комехов Александр Валерьевич, кандидат медицинских наук, врач-онколог, специализирующийся в области мамологии. Александр Валерьевич, добрый день! Здравствуйте, Татьяна! Добрый день! Мы уже говорили в одном из наших подкастов о раке молочной железы, но поскольку октябрь – это месяц борьбы с этим тяжким заболеванием, мы сегодня поговорим о диагностике. Вот подскажите, пожалуйста, какие обследования для выявления заболевания считаются самыми эффективными? Да, Татьяна, действительно, к сожалению, рак молочной железы является одной из самых распространенных форм онкологии у женщин. и необходимо очень тщательно наблюдать и проводить так называемый скрининг, ранее выявление данного заболевания, что позволяет предотвратить, во-первых, запущенные стадии заболевания и также выявить наиболее ранние стадии данного заболевания. Наиболее частыми симптомами рака молочной железы, если мы говорим это, которые можно увидеть визуально и пальпаторно, это является припухлость, уплотнение в молочной железе, изменение отчертания либо формы железы, сморщивание, втяжение кожи в области образования, шелушение кожного покрова. Также необходимо отметить, что у многих женщин проявляются такие симптомы, как выделение соска. При этом не надо пугаться, если это прозрачные выделения, это может быть и в норме. Необходимо насторожиться, когда женщина видит именно кровянистые выделения. В таком случае необходимо сразу же обратиться к специалисту за необходимым обследованием и помощью. Также важным признаком является втяжение соска, которое появилось недавно, либо наблюдается после беременности и при этом не уходит. Необходимо отмечать, что втяжение соска может проявляться только при высоко поднятых руках. Хотя женщина, когда ставит руки на пояс, такого втяжения не наблюдается. Данный симптом также настораживает и необходима консультация специалистам. Некоторые женщины жалуются на так называемую припухлость в плече, увеличение клетчатки в области подмышленной впадине, некую боль, ощущение дискомфорта в этой области. Это тоже свидетельство о том, что женщине необходимо обратиться к специалисту. Специалист, в свою очередь, в зависимости от симптоматики, с которой обращается к нему женщина, направляет на определенный вид обследования. Если мы говорим о женщинах ранее 35 лет, чаще всего специалист отправляет на УЗИ-диагностику совместно с клиническим осмотром и оценкой того, с чем обратилась эта женщина. Здесь связано это с тем, что женщины, которым младше 35 лет, имеют более высокий процент железистого компонента и плотность молочной железы значительно выше. Что при УЗИ-диагностике гораздо эффективнее выявляются различные рода инородные образования в такой ткани. Когда мы при этом делаем маммографию у таких женщин, рентгеноконтрастная плотность может быть достаточно высокой и не всегда получается выявить какие-то различия в ткани молочной железы. Если мы говорим о таких исследованиях, как маммография молочной железы, наиболее эффективна она у женщин старшей группы, так как меньше железистого компонента, и маммография очень четко и явно может визуализировать на фоне жировых изменений в ткани молочной железы различные новые образования либо какие-то изменения в ткани молочной железы. Александр Валерьевич, у меня вот еще какой вопрос. УЗИ насколько может считаться эффективным методом диагностики? Ультразвуковой тест, особенно с соноэластографией, это комфортный тест, но мы должны понимать, что он очень чувствительный от специалиста, который он делает, и там, где он выполняется. Потому что это все-таки субъективный метод, который очень сильно зависит от опыта диагноста, от опыта ультразвукового диагноста. Потому что если ультразвуковой тест выполняется в неопытных руках, не квалифицированных, это может, к сожалению, привести к некачественной диагностике, и иногда даже можно пропустить различного рода образования. Если мы говорим об ультразвуковой диагностике, такой метод необходимо выполнять именно в специализированных учреждениях, особенно если есть какие-то подозрения, либо симптомы, связанные с онкологией молочной железы. А некачественная диагностика в маммографии, она менее вероятна, я правильно понимаю? Здесь суть в том, что при выполнении маммографии мы имеем статическое изображение, особенно если это цифровая маммография, качество выполненное, мы имеем либо пленку, либо диск, который всегда можно потом пересмотреть, не нагружая женщину повторными обследованиями, при этом не вызывая у нее никакого психологического дискомфорта или подозрений, что что-то не так было сделано. При этом специалист в области маммологии может самостоятельно оценить снимок этот и присмотреться к каким-то подозрительным участкам. Одним словом, главное исследование, которое позволяет выявить заболевание, это маммография. Если мы говорим о возрастной группе, более 40-45 лет. Если это же женщины меньшего возраста, в основном это делается УЗИ-диагностика вместе с пальпаторными обследованиями. Но если мы явно видим какие-то новообразования в молочной железе, то также женщины более раннего возраста также оправляются на маммографию для комплексной оценки данного новообразования с последующим обязательным гистологическим либо цитологическим исследованием подозрительного участка. Нередко мы слышим о значимости самообследования. По крайней мере, последние лет 15-20 об этом много говорится и в различных социальных рекламах, и даже встраиваться сюжетами в какие-то фильмы. Очень популярна была эта тема. Но действительно ли такой метод может считаться действенным? Действительно. Данный метод активно внедрялся, оценивался, в том числе в нашем учреждении во главе с Владимиром Федоровичем Семиглазовым. Совместно с разными личными странами, Италией, Великобританией. Еще в 1985 году Владимир Федорович Семиглазов запустил данное исследование. Они обучали женщин правильному самообследованию. Но, к сожалению, не только у нас в стране, но также и в других странах данный способ выявления не показал своей эффективности. С чем это связано? Так как неспециалисту очень сложно выявить именно непальпируемое образование. Пальпируемое образование – это уже пойдет речь, наверное, больше о второй стадии заболевания, но никак не о первой. А цель скрининга – это раннее выявление злокачественных образований, и ранним является это именно первая стадия рака молочной железы. Если мы говорим о группе, кому более необходимо и кому более эффективно будет данное обследование, разумеется, это женщины, у которых либо в роду уже была онкология, либо у них имеется носительство так называемых мутаций генов Берси-1-2, либо уже у них была онкология противоположной железы. Таким женщинам также необходимо выполнять магниторезонансную томографию молочных желез. В общем, одним словом, самообследование – это недейственный метод, но если вдруг кто-то заметил у себя те признаки, которые вы перечисляли в самом начале разговора, разумеется, это самый прямой сигнал, чтобы обратиться к специалисту как можно быстрее. Разумеется. К сожалению, даже женщины, иногда обращая внимание на то, что у них появилась какая-то припухлость, уплотнение, образование, часто думают, что это какие-то гормональные, циклические изменения, связанные в организме, не всегда обращаются сразу же к специалистам. Хотя это прямой сигнал к тому, что сразу же надо обратиться к специалисту для специализированной консультации и помощи. Насколько часто такие случаи бывают? Или сейчас их все меньше? Сейчас действительно их все меньше, благодаря тому, что идет массовое оповещение населения, люди более информированные, у нас есть и интернет, и другие способы получения информации населением, и женщины гораздо быстрее и чаще обращаются при любых симптомах, связанных на образовании молочных желез, и в запущенных стадиях все ниже и ниже становится. Также активное внедрение скрининга в России позволяет выявить на 19% больше ранних стадий рака молочной железы, что, в свою очередь, уменьшает, во-первых, нагрузку на самих женщин, если мы говорим о системном лечении, так как раннее выявление чаще всего позволяет избежать таких тяжелых способов лечения, как химиотерапии, и, следовательно, уменьшает количество запущенных стадий. Более часто при выявлении ранних стадиях мы можем выполнить сохранные операции, избегая различного рода радикальных вмешательств, таких как полное удаление молочной железы, что очень психологически негативно может влиять на женщин, либо удаление молочной железы с использованием различных родов пластических резекций, либо реконструкций. Александр Валерьевич, спасибо вам большое. Я уверена, наш разговор будет полезен очень многим. Напомню, это был подкаст информационного агентства «Росбалт не бойся». С нами был Камехов Александр Валерьевич, кандидат медицинских наук, врач-онколог, мамолог. Александр Валерьевич, до свидания. Спасибо, Татьяна.